РУАД Ньюз. Самые динамичные новости. В период с 28 по 29 мая РУАД проведет сразу несколько событий для автодилеров Центрального федерального округа в Брянске. Первым из них станет очередной этап Всероссийского национального конкурса «Профессионального мастерства. Наша победа». 28 мая на площадке, предоставленной группой компаний БН Моторс, сотрудники различных дилерских центров региона будут состязаться в таких направлениях, как дитейлинг и шиномонтаж. Однако в этот раз в тестовом режиме добавятся дополнительные номинации «Продавец автомобилей» и «Специалист по продажам финансовых сервисов F&I», чтобы уже в будущем стать неотъемлемой частью конкурса. В рамках отборочного тура это будет теоретическое кейсовое тестирование. То есть конкурсанты будут отвечать на вопросы, порядка 30 вопросов, в которых будут обозначены те или иные ситуации в работе продавца или специалиста F&I. И на эти вопросы нужно будет сделать выбор правильного ответа. Либо одного варианта ответа, либо нескольких. Таким образом, по скорости полученных ответов и по правильности, конечно, полученных ответов мы будем определять победителя отборочных туров. А уже в декабре для данных должностей, для данных номинаций будут подготовлены практические конкурсы для финала. Стоит напомнить, что для победителей предусмотрено денежное поощрение. На региональных отборочных этапах участник, занявший первое место, получает 50 тысяч рублей. Второе – 40 и бронзовый призер – 30 тысяч рублей. А уже в финале победители регионов будут сражаться за 300, 200 и 100 тысяч рублей. РОАД призывает всех членов ассоциации участвовать в конкурсе, чтобы ваши сотрудники могли проявить себя и набраться опыта у своих коллег. Май. И для ассоциации РОАД это значит, что 28 мая в Брянске состоится уже пятый отборочный региональный тур конкурса «Наша победа». Мы развиваем, как я уже неоднократно говорил, наше мероприятие. И в Брянске 28 мая свои профессиональные силы попробуют уже четыре номинации сотрудников. Традиционно – детейлеры, специалисты по шиномонтажу, а также две новые категории. Это продавцы автомобилей и специалисты, консультанты по продаже услуг F&I – финансовых сервисов. К нам присоединяются все новые партнеры, технологические спонсоры. И в частности в мае прекрасные призы, мотивацию предоставляют Экспобанк, Синтек, Сивик, компания Прохим. Конкурсы будут интересными, динамичными, позитивными. Поэтому приглашаем вас принять участие и ждем заявки от дилеров Центрального федерального округа до 22 мая включительно. РОАД призывает всех членов Ассоциации участвовать в конкурсе, чтобы ваши сотрудники могли проявить себя и набраться опыта у своих коллег. На следующий день, 29 мая, состоится «Круглый стол», где в формате откровенного разговора будут обсуждаться проблемы автобизнеса. Президент Ассоциации автодилеров Алексей Подчеколдин затронет такие темы, как обзор рынка пассажирских, легковых и коммерческих автомобилей, реформу двойного НДС и открывшиеся возможности, а также стратегические инициативы РОАД, в том числе создание B2B-платформы. Партнеры Ассоциации расскажут о своих лучших предложениях для автодилеров. В этот же день РОАД Академия проведет рабочую встречу, цель которой – объединить образование и бизнес. Будут подниматься вопросы по формированию кадрового резерва и взаимодействию с системами высшего и среднего профессионального образования. В дополнение ко всему Сергей Кожухов представит образовательные программы Академии РОАД. За последнее время РОАД заметно увеличила свою активность в области мероприятий. Это касается как собственных событий, так и тех, где Ассоциация дилеров является участником или партнером. На данный момент уже сформирован плотный график на полугодие вперед. К примеру, с 13 по 15 июня пройдет крайне интересный ивент «Регата» от компании А24 в акватории Финского залива. Мероприятие включает в себя соревновательную часть на парусных яхтах и интеллектуальный мозговой штурм на автотематику. В июле 11 числа состоится пресс-конференция РОАД, где журналисты смогут задать все интересующие их вопросы. В сентябре будет форум «Опора России во Владивостоке» и, конечно же, одно из главных событий отрасли – конвенция РОАД. В ноябре делегация дилеров отправится в Китай на съезд Китайской ассоциации дилеров КААДА, а также в этом же месяце в Новосибирске пройдет масштабный форум для дилеров Сибири и Дальнего Востока. Ну а в декабре откроет свои двери «Росавтодилер», где будут подведены итоги года. Как вы видите, событий много, и каждая из них полезна по-своему. Следите за календарем мероприятий на сайте РОАД и присоединяйтесь. Ждем вас! РОАД по инициативе коллег из Китайской ассоциации автомобильных дилеров проводит опрос «Дилеров России» с целью мониторинга уровня удовлетворенности послепродажным обслуживанием китайских брендов. Убедительно просим уделить две минуты и ответить на вопросы анкеты в срок до 23 мая включительно. Полученные результаты помогут скорректировать взаимоотношения между вами и вашими партнерами из Поднебесной. Время подвести итоги апреля месяца. По данным АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле составили 126 140 штук без учета альтернативных каналах поставок и около 143 670 штук с их учетом. По данным индекса РУАТ, динамика контрактования составила минус 14%. По словам вице-президента РУАТ Андрея Петренко, данная ситуация сложилась из-за завышенных показателей марта – плюс 36%. В тот период покупатели стремились быстрее приобрести автомобиль до увеличения стоимости машин, ввозимых по схеме параллельного импорта, тем самым оттянув продажи апреля. По данным аналитического агентства Автостад, было реализовано 137 047 новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем в том же месяце 2023 года. Лидером рынка остается отечественная «Лада» с показателем в 42 270 единиц. Далее следуют «Хавейл» и «Джили». РОАД Ньюз – самые динамичные новости.